всем привет дорогие друзья с мясного зарплаба мы продолжаем проходить игру the long dark сюжет второй эпизод итак мы с вами добрались до дома охотника наблюдательного пункта теперь заброшенный обладательный пункт с этом уже были да да мы сейчас вам идем сначала вот до этого домика администрации турбазы а потом уже заберем тайник и соответственно дойдем до лесника до зверолова мы как раз принесли ему принесем ему лекарства в общем выходим здесь принципе нам больше делать нечего это что у нас это стол и дмута ткань вроде как в принципе все пособирал полезное больше ничего нет поэтому выходим понятно не выходим обходим сейчас там по температуре но по температуре уже все падает до минус 8 по ощущениям нормально принципе сойдет бонус какой-то у меня там есть но опять повторюсь бонусы что-то сейчас в этом эпизоде очень сильно глючат поэтому на них внимание не обращаем тут вроде как и ничего полезного я для себя больше нашел поэтому спокойно выходим спокойно идем так я думаю сюда вот загулять очень полезно нет так вот там вот макс кстати были ну ничего полезного тут не так что выходим так там у нас там наверно скорее всего мертвый волк там у нас должны быть высушены уже кишки это с вами сделаем капкан найдем место куда его может поставить и соответственно поставим сейчас ранее утро да поэтому еще пока холодно не тут обрыв не сюда вот мне кажется начинается туман вдобавка всему поэтому желательно бы дойти до домика администрации так волки там так не сломай себе тут ничего но волки пока далеко ох какая высокая гора только посмотри у нас там пойти еще валяется куча мертвых волков можно с них содрать шкуру но по-моему мне нет рецепта делать шкуру из шубы шубу из шкур волка у нас же из медведя делается спальный мешок из волка шуба из зайца варежки из оленя обувь а вот штаны штаны что-то я кстати не помню да мне надо еще шиповник поискать так сушеный да ладно тебе 53 процента всего лишь то я уже думал давно будут сухие вот это тогда все было видно ну тогда смысла у нас здесь нет мы только получается отогреваемся дойдем дальше раз они пока еще не сухие нам тогда тут делать нечего тогда посмотрите на верстак варежки из меха кролика 4 тушки высушенные кишки 2 капкан древесина кишки крючок не нужен леска не нужна повязка у меня в принципе нормально с повязкой а еще и шапка сделать из кроличьего меха 3 кролика и одни кишки то есть всего в общей сложности 5 мне нужно 5 так ну смотри она получается не стесняет движение вообще 0 весит 350 грамм плюс 2 к теплу плюс полтора к ветру и 30 процентов от влажности и 4 процента еще защиты неплохо варежки из меха кролика минус 5 по движению плюс 2 плюс 2 50 процентов 3 защита килограмм целый весит круто конечно я чё такое а это сортировка чертежи чертежи ага типа то что можно сделать руками то что можно сделать только на верстаке понятно а да у меня нет получается рецептов ничего ни шубы ни обуви ни штанов тем более не иметь их ни спального мешка так ну я вроде отогрелся кушать я не хочу у меня кстати есть какой-нибудь там дровишечка с собой тут пусто я просто сейчас гляну я просто не помню так дрова 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 тут нет ничего а а у нас тут ночью много еды да ткань кстати надо будет забрать ткань надо будет забрать это все шиповник надо будет забрать сколько у меня кстати его получается этого шиповника это уже 16 не хватает нужно еще один куст найти тогда будет еще один чай так ладно смотрим что у нас с вами здесь это брать не буду да больше получается тут ничего тоже нет полезного тут газета тут пусто ну вроде как все в принципе есть пока я не хочу дров у меня нет так что идем к зверолову ведь еще будто коса долго тут сушится идем сейчас получается к тайнику он как раз должен где-то здесь возможно что так будет в этой пещере еще кстати ну не пещере там какой-то проход а может там пещера но мне нужно еще найти шиповника по идее 4 куста чтоб я уже мог сварить эти чашечки чая надо волков обходить не хочу тратить на них патроны хотя у них в принципе дофига но все равно так а ты еще не заряжен класс ну лучше попытаться обойти все таки мне ход с ним связываться там получается мы поедим у зверолова попьем там бесконечный огонь шмотки я зашил по заданию 3 из 3 повязки из мха у меня есть чай из рейши у меня есть а вот шиповника пока нет так прошло сохранение так мне по идее если вот туда смотреть там нужно найти тайник вот он вот он тайничок вот ты где так труд возьму горючку возьму горючку возьму горючку возьму возьму в общем все забрал в принципе по моему где то здесь у нас кролики и обитают вот зверолова но у меня нет кишков нужны кишки и жалко что нет возможности забрать тушку или можно забрать тушку может кролика можно забрать а вот волка и оленя забрать нельзя так это что кора у нас да березовая кора да возьмем так соберите приготовьте березовую кору чтобы сварить целебный начинается новое какое-то задание так это все не то чай из шиповника понятно что это не то так это получасность его здесь добавила что ли так не понял люди это все не то места не то предметы а вам придется приготовить березовую кору прежде чем сварить березовый чай пейте его чтобы постепенно становить здоровье так ладно а сколько потребуется 2 но я пока что может особо это не встречал но если найду приготовлю а вот и кора да 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 все нашел получается хорошо приготовим пока пойду в обход так вороны летают по моему там стоянка макса да да его мы обыскивали мне еще шиповник надо 4 куста так ну волков я не вижу не знаю может медведь появится по моему тут обитали кролики еще не путаю мне казалось что они как раз тут были а ну шиповник я весь содрал да да здесь весь шиповник ничего нет шиповника никакого и поблизости тоже получается никакого шиповника нет ну ладно нет так нет так это я обыскивал о а это я не обыскивал о как упади стал то быстро о черт ну и боль не напрягайся ты сильно ранен и возможно что только бредишь я только что уколол тебе сильный антибиотик тебя может подташнивать но лекарство подействует и тебе все равно нужно время на отдых время нет у нас времени надо отправить сообщение это важно сообщение в смысле попросить твоего друга о медицинской помощи не важно помоги ко мне надо взглянуть на радио посмотрим на что сгодятся запчасти которые ты принес это военная модель да может и так я немного разбираюсь в радио такую модель как эта я никогда не видел черт возьми так запчасти нормальные но проблема в чем то другом в чем же дело что то не так с мощностью может с предохранителями или трансформаторами сначала надо разобраться с проблемами посерьезнее этот медведь все еще разгуливает преследует нас старый мерзавец умеон он не даст нам выбраться найти припасы позвать на помощь в конце концов он либо нас задерет либо возьмет измором прилягу я помоги мне доползти до кровати так ну давай поболтаем как ты говорил дамба сильно разрушена да много лет назад дамба расколола землетрясение ее так и не починили но она так и не загибалась в каком смысле? дамба стоит еще с шестидесятых промышленник с материка хотел построить с актерский городок она дамбу использовала для гидроэлектронцию но цены на уголь обвалились и ему пришлось отказаться от своих планов какой-то болван попытался снова запустить восьмидесятых но вмешались лесные ораторы и ей настал конец уверен землетрясения закончили дело так кто эти лесные ораторы? экологические террористы некоторые называют их активистами полагаю зависит от того с кем ты говоришь что они здесь делают? что ж, они уже много лет активничают то приходят, то снова уходят в основном подрывают работу проектов по добыче ресурсов горнородных и лесохозяйственных хотят, чтобы велик медведь оставался местом с первозданной дикой природой похоже ты с ними не согласен о, промышленность мне не по нраву но так уже устроен этот мир если у тебя есть что-то, что им нужно, они этого просто забирают восстановить их не получится судя по тому, что я видел на дамбе, лесные ораторы все еще действуют тебе это, пожалуй, на руку поглядывай по сторонам, они могли оставить тайники с припасами ладно, хорошо можешь сказать о месте, где мы находимся? так, это окрестница загадочного озера, оно здесь неподалеку здесь что-то вроде заповедника дикой природы хотя тут полно лесовозов здесь не так много интересного, если не считать домиков у озера сейчас не сезон и нам бы тоже видел есть железная дорога, иногда по ней проходят поезда с каждым годом все меньше не в сезон здесь вообще пустыня похоже тебе это по душе еще бы значит, больше здесь никто не живет? пойми же, после разрухи великого медведя у нас стал конец здесь не зачем оставаться если тут кто-то и есть, они скорее всего от чего-то прячутся или от кого-то а ты? почему ты здесь? у меня свои причины медведь? что там за незаконченная дельца у тебя с этим медведем? ааааа я старина медведь каждую встречу мы кое-чем обмениваемся и чем же? в основном кровью когда-нибудь это плохо кончится уверен так и будет для одного из нас на самом деле я здесь кое-кого ищу да тут и нет почти никого в этом то и суть этот человек очень важен для меня это женщина думаю она проходил тут пару дней назад возможно была ранена почему ты думаешь, что она здесь была? она проходил сквозь туннель, ведущий из Милтона а после... не знаю ну, в это направление дороги из Милтона не идут куда бы она ни пошла тебе придется пересечь горы, чтобы ее найти путь непростой даже для опытного путешественника я готов на все с медведем на хвосте ты далеко не уйдешь что нам надо сделать, так это починить радио выяснить, что за чертовщина тут творится может кто-то и видел твою подругу женщина, которую я ищу возможно направляется в неотступной мельнице знаешь, что место? городишко на севере острова, в котором ни черта нет похоже на то да, знаю такое мы с пассажиром направлялись туда, когда потерпели крушение мне надо понять, как попасть туда, или как с ней связаться узнать в порядке ли она а ты уверен, что она жива? да, уверен на обычной ситуации я бы использовал свое старое коротковолновое радио с тех пор, как слопыхнули те огни тут подозрительно тихо даже зверь ведут себя странно но если у меня одна мыслишка в каком смысле звери ведут себя странно? когда долго здесь живешь, начинаешь понимать законы, по которым живет природа но сейчас все законы нарушены животины ведут себя не так, как должны они будто с чего-то испугались или что-то вроде или даже не испугались, но изменились как-то все неправильно лучше объяснить не могу ты сказал, что у тебя есть мысль что у тебя на уме? ну, гарантировать что-то сложно но я возможно знаю, как можно разузнать о твоей подруге я слушаю это радио с его помощью слежу за тем, что творится в мире и как же мы его починим? мне не удалось понять, в чем проблема может надо найти другие запчасти или другую радио? другое радио мы возможно и найдем, но у меня есть идея получше вот только ничего не выйдет, пока нас поджидает старина медведь он предграждает путь к работающему радио и выживанию сначала надо придумать, как с ним разобраться все готово? в смысле, все готово? ладно разобраться с медведем но ты едовая можешь двигаться, оружие ему нипочем так что... дело в том, что старина медведь он особенный я много лет охочусь и ставлю ловушки я пострелил немало медведей, но таких никогда не встречал и чтобы одолеть такого необычного зверя нужна особая магия ээээ... магия? спокойно, я в своем уме не в прямом смысле но нам надо действовать по старинке использовать мудрость что у тебя на уме? есть одна история что-то вроде местной легенды об одном из первых поселенцев в этих местах о Спенсе дело, значит, было так Спенс приезжает вместе со своей небольшой семьей и строит хибару многие поколения этого семейства занимались торговлей в гудзонской компании матерые путешественники, суровые умеющие выживать люди однажды у дома Спенса появляется грозный медведь Спенс стреляет в него, но тому хоть бы хны медведь уходит по жене Спенса, ей становится худо у нее жар, который не спадает днями она бредит и кричит о медведе местный врач никак не может помочь и священник тоже через неделю пропадает наемный работник его находят, точнее его растерзанное тело Спенс боится за жену детей он уверен, что их всех пытается убить злой дух медведя что это месть за какие-то грехи прошлого за темные пятна семейной истории Спенс собирает охотничий отряд они отправляются в Тойп, много дней выслеживают что-то крупное и в конце концов загоняют медведя в угол он просто огромный самый здоровый медведь, которого они видели человек-убийца говорят, в него выстрелились все охотники но тот спокойно ушел, как ни в чем не бывало будто из камня сделан после этого его прозвали медведем-демоном жена теперь при смерти Спенс уверен, что это злой дух медведя убивает ее пожирает ее душу никто не решается вступить в новый охотничий отряд все знают, что ружья не помогут и Спенс решает выковать рукопье вроде рогатины, но куда больше видимо, вспоминает мудрость веролова в Гудзонова залива он идет с ними в топе где пропадает несколько дней однажды утром лихорадка жены спадает но от Спенса никаких вестей сколько человек отправляется на поиски его находят полумертвым он весь в крови чуть не пополам разорван медведь постарался он говорит свои последние слова копье украло душу медведя теперь моя жена свободна и умирает так он убил медведя? никто не знает его душ так и не нашли Спенса похоронили копье забрали и повесили над камином в его доме ни этого, ни других медведей больше там не видели много лет спустя, когда Спенс иканули в небытие богатый землевладелец купил это копье и повесил в своем охотничьем домике полагаю просто чтобы зарассказывать эту историю и ты веришь в эту легенду? в истории медведя демони? о копье крадущем души? чего? нет, конечно нет может я и шатаюсь все время один по лесам но я не спятил но в старых легендах бывает скрыта правда может Спенс и был суеверным но пошел по правильному пути 25 сантиметров прочной стали могут сделать то, с чем не справится пуля я уверен, что копьем этого медведя можно убить если мы хотим пережить зиму тебе надо достать медвежье копье Спенса тот охотничий домик все еще на месте до него пару дней на юг иди обратно вдоль пути через топь и ты его найдешь если копье там возьми его возможно это наша единственная надежда а что с радио? ты разберись с медведем а я позабочусь о радио а сейчас дай мне отдохнуть удачи тебе там берегись нашего демона ясно вторая глава лучшая защита ну прям этот эпизод у нас очень сильно растянется так смотрим туда получается журнал а заберите из охотничьего домика легендарное копье это нам с вами нужно идти через туннель так здесь что у нас основа выживания школа выживания чай шиповника я конечно могу приготовить но это как-то единственный чай который могу еще приготовить потому что на шиповника не хватает а мне не хватает шиповника даже на одну кружку чая да мне нужно было еще 8 найти так тогда с этим понятно здесь это я сделал тайник в пещере Алана у загадочного озера мы туда пока получается не идем так что у нас здесь Джереми пожилой зверолов суровым характером отшельник живущий в глуши загадочного озера не очень дружелюбен понятно так а я уже почему то есть особо не хочу да интересно так давай попробуем приготовить у меня тут есть вот открытая банка там особо много не получится но надеюсь что я ее съел полностью а че банка у меня а я даже не доел опять таки ты смотри ха 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 вот живучая банка то до сих пор так ну я могу в принципе че у нас там получается по времени то нормально еще куда нибудь сможем дойти так выбрать и где то будет получается кофеек разогревать отлично банку брать с собой не буду в принципе получается здесь все так осмотреть а ну тут газета была это мне не нужно а ящик так выложить что можно будет выложить давай посмотрим по весу что мне сильно сейчас так особо не нужно а еды вроде как хватает у меня в принципе есть ирп так вот ткань мне не нужна блин не убирается к сожалению ткань ладно сейчас уберем так подожди а че носки почему-то это меня не понял откуда взялись наши носки еще одни это откуда я полчаса притащил да тогда понятно тогда давай смотреть значит носки те которые не ношу сюда это сюда так фаеры два оставляем ткани еще одна ненужная шиповник пока пусть будет а кстати да кору сейчас приготовим себе кору так еще ткань ну и в принципе и все даже у меня еще кофе получается остался так кара 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 где там у нас отлично что там по воде вот мне интересно о у меня очень мало воды вообще очень мало воды мне по-моему даже не хватит не хватает ты смотри так нет я заберу и давай немножко сделаем себе воды еще подождать до готовности во забрал так все хотя бы есть немножечко воды в принципе наверное все я готов все что не нужно я выложил пошли пошли да нам получается сюда по пути собираем шиповник если найдем тут получается еще много тайников и там у нас скорее всего будет новая территория а будет ли там у нас с вами карта сразу да должна быть по идее карта карта всегда была вон кролик кстати обитает все от дома зверлова в принципе прям недалеко это хорошо главное сейчас сделать капкан ну либо найти капкан а кишки тогда получается пригодятся для либо для варежек либо для шапки так давай только не ломай себе пожалуйста ничего что мне там по весу 32 килограмма но это наверное все таки из-за того что у меня еды много сейчас с собой вот опять таки да вроде попил но может быть ушло время на готовку пока я там готовил этот чай воду пока кипятил так наверное лучше спуститься пока я себе ноги не сломал так ну вот 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 По температуре все прекрасно. Отлично. О, начинается против ветра. О, отлично. Охраняется, смотрите, сразу получается, да? Так, ну что, будем отстреливать? Да, наверное, будем отстреливать. Вдруг их там не один. Одного, может быть, убьем. Но у него по-любому не даст пройти. Как ни крути. Лежи здесь. В смысле, а что ты не перезарядил-то? Что-то два патрона мне потратилось. Вроде и не расстрелял, а что-то два патрона потратилось. Странно. Какая-то прям загадка. О, шиповник, отлично. Так, убери пока ружье. Мне нужно еще, получается, три куста. Так, хорош. Еще один кустик. А нафига я пошел сюда? Тут же нет прохода, тут не пройду. А, или пройду, нормально. Так, ну и где мы? Тут есть радиовышка. Семейная ферма старого Спенса. Еще радиовышка. А, так это просто, типа, проходной путь у меня должен быть здесь. Еще радиовышки. Три радиовышки. Ну, мне идти, получается, прямо. Тогда пошли прямо. Семейная ферма. Да. Экдеало. Вот тут бы не знаю как лучше поступить Отстреливать не отстреливать волков Ну патрона вроде как хватает Надо ими пользоваться Так по температуре пока нормально Главное чтобы ветер в лицо не дул Это замедлит наш путь Я бы хотел просто пройтись Радиушка далеко Я к ней не пойду Вон волка вижу уже Здесь вроде никого я не вижу Запаха у меня никакого нет Но Он вроде в принципе как и далеко Но так же сразу недалеко Да не не спалят А он там не один Их там как минимум два Вот тогда лучше отпугивать Когда толпа лучше отпугивать Хотя одного можно убить А второй испугается И отлично все будет Как вариант Так вот тут будет что-то полезное Нет? Уголь Ну возьмем на всякий случай Один уголь Вдруг придется где-то там сидеть Еще один А ну тут можно топить кстати Да? Бабах Продвинутое руководство Ну-ка прочесть Набор советов и технических рекомендаций По стрельбе из огнестрельного оружия А вот смотрите баланс экосистемы Сократив популяцию волков Чего? Это какой-то квест? Убейте волка у загадочного озера Убейте волка в одинокой топе У разбитой железной дороги Класс Вот это поворот событий Так Популяцию волков Не, зачем? Тонкий сектор не нужен Это возьму Мешок брать Хотя можно посмотреть Какой мешок получше Так, давай по весу Значит сейчас посмотрим Этот 78 Этот 84 Вставляем здесь Ну тут по идее Можно, да, заночевать Так, металлолом не нужен Томатный суп Возьму Пусто Дальше Уголь, уголь, уголь По идее Надо как-то уже заканчивать серию Да, но здесь получается Реально можно пережить Тут очень много дров У нас вроде пока еще светло Я думаю Класс Волк жрет оленя Но я уже столько побивал волков У загадочного озера Могли бы засчитать Ну что волчара Ты готов? Раз на раз Все Так, далеко-то еще идти нам Блин Почти полпути только прошли Главное, чтобы не было медведя А то его с одной пули не убьешь И Спрятаться вообще Получится нигде Субтитры сделал DimaTorzok Погода прям хорошая Погода прям хорошая Туман вроде есть Но он не особо сильный Впереди что-то видно Тут сейчас главное не провалиться нигде под лед Шиповник нужен еще один куст Вон волчара Они по-моему прям бегут ко мне Не, нормально Развернулись Так, вижу охотничью кибитку Она хоть помещается на карте? Не, нифига не помещается Так, вижу охотничьи Возьмем с собой ружье на всякий пожарный Я вроде никого не вижу Вроде тишина Почти дошел О, мужик Записка испачканная кровью Судя по количеству кровавых пятен У автора Эти записки дела были не очень Сначала Нецензурное мясо протухло Потом лодыжка вывихнул Потом этот Нецензурный преступник На голову свалился Убежал от него Свалившись в чертову щель Ну и конечно Тут появились Нецензурные волки Я все бросил и бегом Но как можно было бежать С вывихнутой лодыжкой Если кто-то это читает В общем Мое бегство закончилось здесь Нечего было высовывать нос из Милтона Тайник А в конце железной дороги Это куда? Ну тут тайника нету А тут как раз сюда Мне Все понятно По идее Это по пути Но уже блин темнеет Я бы хотел дойти до какой-то домушки Чтоб можно было переночевать Давайте мы сейчас К тайнику не пойдем Нам по любому Потом возвращаться надо будет Сто процентов Постараемся дойти До этого домика И там скорее всего Заночуем Сто процентов В идеале Там найти какой-нибудь Постоянный костер И вообще было бы шикарно Так Нормально Сколько получится мне идти То есть мне как раз Идти по железке Потом свернуть направо Ремонтная площадка будет Да Через ремонт Но лучше идти Площадку Так пока убери Опасность все равно Никакой пока нет Так что он там Побес тут Блин почти уже Тридцать пять По идее Можешь сейчас туда попить Поесть Но есть можно В принципе не сейчас Пока нормально Пока терпимо Опять-таки Пить у меня только Вода У меня по-моему Газировок вообще нет Тут вроде тихо Волков не видать Где-то полчаса Туда идти Да Да Туда Там будет тайник Ок Но к нему мы не пойдем Класс А мне что придется Обходить Так Наверное лучше Верхом идти Оползень сошел Классно Да походу Тут не обойдешь Блин Реально Надо будет обходить Вот зараза Ну пошли Плохо то что же темнеет Вот что плохо А тут тоже не пройти Да Это мне получается Надо вот так Прямо походить Все Это тогда мы с вами Попадаем к тайнику Хотел забрать потом Но скорее всего Придется забрать сейчас А вон он Волчара жрет Так Волка я вижу Тайник Тайник Если идти Получается По вот этой вот Замерзшей речке Ну давай тогда По ней пойдем Раз уже здесь Тогда заберу тайник Пока Волк жрет Он в принципе Получается отвлеченный К нему можно Очень близко подойти Соответственно Я спокойно могу Потом дойти И забраться по дереву Потому что у меня наверх Я на 100% А вот и тайник Отлично Наверное в принципе Тут могу подняться Я знал что здесь что-то будет Да конечно Так Алипинистские носки Но они вроде как Кстати хорошие Если их починить Можно будет заменить На шерстяные Повышенной прочности Да Возьмут это с собой Кальсоны Кстати Фиг его знает Возможно Можно будет взять Факел Вода Швейный набор Так У меня получается перевес У меня получается перевес Так Водички у меня получается Никакой нет С собой Давай нам этого доешь Килограмм целый лишний Да Ну попей воды Еще 500 грамм Ну я столько уже не съем Получается Да Мне тут еще осталось 300 грамм Так А что у нас тут Получается есть А На тайнике нашел Да И записки Да Всякие Блин Ну я даже не знаю По вес Что-то можно выкинуть Да Нечем не выкидывать Мне все Все требуется Это просто я могу Сейчас починить И оно может потребоваться Для чего-то другого Ладно Пока идем Перевес в принципе Небольшой Но Шанс сломать Ноготь Преувеличивается Ну смотри Забрал тайник Обошел волка Прекрасно Ну да Вот и дорога Хорошо Хоть не так сильно Обходить Да ладно Тебе тут было Невысоко Так кричишь Как будто Блин С трех метров Упал Что у нас там Блин Уже солнце садится Надо добраться И уже как бы Серегу надо заканчивать Уже Прекси к часу Подходит Блин А я бы не хотел Быть к часу Далеко мне по идее Идти Блин Мне далеко идти Ну может быть там На этой Площадке Заночуем До дома Уже потом Пойдем Сейчас главное Найти место Где можно будет Заночевать Тут очень неудобно Плохо видно Нижнюю часть Потому что возможно Там будет Появиться волки Я не успею Среагировать Блин Олень Гребаный Я думал Волк Так Долго мне еще идти Ну почти дошел В принципе Может конечно Побежать Но я тогда Быстрее трачу энергию Так Здесь что у нас Двигатель Локомотива Вообще Тут сам Локомотив И что я тут Не пройду Офигительно А не нормально Сесть в транспортное Средство Ну давай Сядем Так Спички возьми Шарф возьми На тряпки Пойдет Потому что Мне нужно Как-то чинить Выйти Из транспортного Средства Ну давай Выйдем Тут вроде как Все в принципе Опа Вышел Здрасте О чёрт Смотри Как сияет Класс Все сияет Я без сознания Провалял Сколько-то времени Мафусаил Неужели костёр Мафусаил Точно Мафусаил Больше тут некому Сидеть в костре Точно Это он Ты откуда Блин Хому хотеть взялся Дружище Ты вообще Загадочный персонаж Да Это Это снова ты Как идет война Друг мой Война Война Между человеком И природой Разумеется Огни в небе Ты Медведь Голод Голод Старые враги Снова здесь Ты Ты Испугал Медведя Когда я тебя нашёл Никакого медведя Я не видел Может время Ваша встреча Ещё не пришло Даже не знаю Старик Ты теперь веришь Что всё станет Как раньше Огни в небе Я говорил Что огни Результат Они Дают силу огням Вокруг нас Теперь ты всё понял Это Невозможно Нелогично Это странно И нелогично Однако Так оно и случилось Дикие звери Мне в последнее время Совсем не покой не дают В этих краях Всегда так опасно Разумеется Я видел немало Странного Но птицы Звери Их жизнь течёт В своём Собственном ритме В каком смысле Законы природы Нарушены Сломаны Даже те Кто хорошо их знал Теперь Не могут ничего Понять Что-то тут Пугает зверей Я не знаю Но возможно Ответ Хранят Огни В небе То есть Северный Сияни Скорее всего Влияет И на живность В природе Немало Не объясним Но Неужели Это было бы Так уж Невероятно Значит Это что-то Вроде повторяющегося Северного Сияния Возможно И это Влияет На электричество И на всё Что от него Зависит Даёт силу Или наоборот Уничтожает Возможно Даже и то И другое А ты Знал что так будет Нет Но это Был лишь Вопрос Времени Потому что Всё это Уже Бывало Раньше Ну окей Ладно Тогда мы В принципе Здесь Сейчас с вами И Посидим Во-первых Надо будет Отогреться По-любому Потому что У меня Сейчас Температура Очень сильно Понижена Что у нас получается По погоде Минус 4 Плюс у меня Ещё все шмотки Почему-то Да Промокши Потому что Валялся в снегу Чёрт его знает Сколько времени Провалялся Поэтому будем Здесь сидеть Отогреваться А продолжим Уже Ребята В следующей серии Так что на сегодня Всё Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами Базарбабай Спасибо за просмотр Увидимся В следующих прохождения Всем пока